МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасите от дыма и пыли. С такой просьбой жители Райчехинска обратились к губернатору Преамурия. Их не устраивает работа местных котельных. Вот просто высыпают золу. Посмотрите, какая грязища идет в нашу сторону. Мы забыли, что есть белый снег, что можно белье повесить, чтобы дети наши, вернее, теперь уже внуки, поиграли в снеге. Я вас очень прошу, вопросы, помочь нашему городу. Горячую для города угольщиков тему местные жители обсудили с губернатором Василием Орловым во время личного приема граждан. Татьяна Брагина рассказала, расстояние от некоторых кочегарок до жилых многоквартирных домов в центре Райчехинска – менее 50 метров. На этих котельных нет защитного оборудования, а поэтому, жалуется женщина, люди задыхаются от пыли и газа. На сегодня мы проработали этот вопрос, есть заявка города, это на двух котельных установление системы циклонов, это порядка 10 миллионов стоимость. Мы планируем в 2021 году все-таки до окончания топительного периода эти работы выполнить только наши. Помимо того, что обновят оборудование на котельных, в Райчехинске в этом году планируют завершить капитальный ремонт детской поликлиники. Чем еще сегодня живет город угольщиков, нам рассказала глава муниципалитета Татьяна Родионова. По программе развития улично-дорожной сети планируется проведение восстановительных и ремонтных работ на дорогах и тротуарах города, проведению дополнительного освещения. Будет установлен новый пешеходный светофор по улице Победы в районе Амурского угля. В период подготовки к следующему отопительному сезону запланированы работы по замене и ремонту котлов. Будут проведены частичная замена тепловых и водопроводных сетей. На 10 котельных города мы приступим к установке приборов учета тепловой энергии. В феврале в регион поступит еще 33,5 тысячи доз вакцины от коронавируса. Между тем, главы городов и районов дважды в неделю докладывают о уходе прививочной кампании губернатору. Прививаться от COVID-19 начали и сами руководители муниципалитетов. Вакцину уже получили главы Шимановска, Зее, а также Бурейского и Свободненского районов. Я не болела ковидом. Антитела у меня не сформированы. Поэтому я вчера сделала прививку. Скажу честно, не переживала. На данный момент самочувствие нормально. В Белогурске в день старта массовой вакцинации препарат получили почти 20 человек. Перед прививкой, как и положено, им измерили количество кислорода в крови и температуру тела. Сразу согласился, как это. Сам сюда пришел. Никто меня сюда не приводил. Несмотря на пенсионный возраст и наличие хронических заболеваний, некоторые актеры областного театра драмы также планируют поставить прививку от COVID-19. И самое главное, у меня есть доктора, которые меня лечат, которым я доверяю. Они мне посоветовали сделать обязательно. Несмотря на прививку, несмотря на то, что у меня очень много побочных там всяких болячек со временем, они у каждого человека есть. У меня они тоже такой букетик хороший. Они мне советуют. Я им верю и хочу. Очень хочу поставить себе прививку. Неделя в ожиданиях. С 15 по 22 января жители нескольких улиц за линейной частью города Свободного оставались без централизованного водоснабжения. Проблему решили за счет строительства временного водопровода. 15 января в районе бывшего маслозавода перемерзла труба холодного водоснабжения протяженностью полтора километра. Через четыре дня из-за масштабной коммунальной аварии в Свободном ввели режим ЧС локального характера. Без воды остались шесть многоквартирных домов, три соцобъекта и две котельные. Для людей был организован подвоз воды. Тем временем началось строительство новой коммунальной ветки из полипропиленовых труб. Вода пошла? Да, пошла. Отлично. Аварийно-восстановительные работы в залинейном микрорайоне продолжаются. Утепление временного водопровода протяженностью более одного километра проводят рабочие местные ресурсоснабжающие организации, а также спасатели Амурского управления МЧС России и пожарного гарнизона Свободного. На новую птицеферму «Новотроицка» в Благовещенском районе завезли первую партию из 54 тысяч птиц. Предприятие ввели в работу в декабре прошлого года. На птицеферме построено восемь птичников, угольная котельная, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, административно-бытовой корпус с санитарным пропускником. Все помещения укомплектованы современным оборудованием. Новый объект находится на отдельном от птицефабрике участке. Это позволит предотвратить возможное заражение птицы болезнями. В общей сложности на проект потрачено почти 400 миллионов рублей. В Благовещенске в единую композицию планируют оформить участок улицы Краснофлотской – от Чайковского до Городского парка. Власти областного центра считают, последние два года в основном освещались исторические здания, образовательные и спортивные учреждения. В 2021-м решено осветить и набережную Амура. Отмечается, что речной фасад областной столицы в глазах жителей соседнего китайского города является лицом России. Подсветка будет переходить с одного здания на другое бесперерывно. Предполагается, что световая композиция затронет до 25 зданий. Проект готова поддержать правительство Преамурья. Между тем, в Белогорске на 60-метровой трубе котельной хотят установить подсветку в виде термометра. Возможно, такой объект появится и в Тынде. А сейчас о человеке с непростой, но уж очень интересной судьбой. Своё 90-летие в январе отметила жительница села Бибикова Благовещенского района, труженица тыла Тамара Михайловна Колостырь. В честь её юбилея в местном клубе организовали праздник. Всю свою жизнь посвятилась семье и работе, рассказывает Тамара Михайловна. Уже в 13 лет девчонкой вручную собирала пшеницу для нужд фронта. Хорошо запомнилась ей Великая Отечественная война. В те годы они жили на Украине. Говорит, помнит бомбёжки, обстрелы, голод и холод. И то, как в одной из зим обморозила ноги. Голод был, война, а я маленькая, а надо идти за дровами, а нога виросла, водиться нишо, убулася, пішла за дровами, ноги промерзли. Я пока принесла эти дрова, кричала криком, пока мамка оторвала ноги, а сейчас они болят. Уже после войны семья Тамары Михайловны переехала в Амурскую область. Женщина работала доярко в Бибиковском колхозе, а свой трудовой путь закончила на пограничной заставе, где была прачкой. Но даже выйдя на пенсию, Тамара Колостырь не сидит без дела. У неё пять детей, 17 внуков и более 50 правнуков. Говорит, несмотря на свой почтенный возраст, сама управляется по хозяйству и до сих пор разводит пчёл. В Свободном прошли юбилейные десятые гонки ралли Амур-Зея-2021. В них участвовали 22 экипажа, причём не только из Амурской области. За звание самого быстрого боролись гонщики из Свободного, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Читы и Уссурийска. За два дня, что проходили состязания, участники проехали около 200 километров. В этом году из-за малоснежной зимы гонки проводились не на привычной локации озера Большанка, а на реках Пёре и Изее. На этом программа «Область говорит» завершена. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова